стоять идет белая девушка и хрен в парике открываешь под эту музыку надо взрывать министр сегодня мы на районе и немножечко на самом деле будет да да клёво клёво сегодня немножечко будет может эта штука биться о микрофон поэтому уж извините аудиофилы пытался как с этим сделать дело в том что мой внешний вид он как бы квинтэссенция того чем я вам сегодня буду рассказывать потому что я вам говорил что можно там 5 отдельных экскурсий вы провести вокруг дворцовой площади еще также можно 5 отдельных экскурсий провести вокруг исаакиевской площади сегодня у нас основная тема это древесина терроризма древесина вообще древесина и революционное движение ну и всякие там прочие убийства и прочее 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 вот там вот находится дом малая морская дом 18 прекрасным французским кафу а вот под названием галсон или как он там называется в общем неважно хочу вам прочитать все вот что слева от мариинской площади мариинская площадь это бывшие сакиской точнее исааки это бывший мариинской между ним между ней великолепным но приидающимся исакием был сквер там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковки смертоносного свертка снятой им комнате недалеко от площади речь идет вот про тот вот сквер вот там скоро сами окажемся а кто это писала это владимир набоков в своем замечательном произведении другие берега более того мы знаем вообще чего это было ухо и откуда она вылетела там не только уши летели там еще летели пальцы какое отношение имеет малая морская дом 18 к нашему сегодняшнему рассказу следующая цитата на этот раз уже из бориса викторовича савенкова вспоминания террориста всю ночь швейцер живший в гранд-отеле по паспорту великобританского подданного готовил бомбы гранд-отель находился вот здесь более того он потом заграбасывающий соседний дом двадцатый и мы можем даже увидеть как он раньше выглядел до революции максимум швейцер это один из героев нашего сегодняшнего рассказа и вы узнаете массу интересного о том что раньше вообще происходило том месте где была гостиница история пока мы на самом деле я буду иногда из кадра уходить потому что тут девичка такую красивую белим который сегодня будет стоит читать нам всякие стишки в конце а если она не будет то то все равно будет потому что мы сегодня будем говорить про еще два события я буду вам сегодня много книжек показывать на самом деле ну вот эту книжку я уже показывал своем предыдущем ролике на классическая книга про достоевского давайте же мы ее откроем на нужной нам странице но например вот стихи некрасова как он писал помню я петрашевского дела нас одно поразило как гром даже старцы ходили не смело говорили не громко о нем молодежь она сильно пугнула посидели иные с тех пор и декабрьским террором пахнула на людей переживших террор дорогой николай алексеевич знали бы вы что такое настоящий террор да то есть для него дело петрашевцев это был террор государственный но это даже не смешно так вот значится в этой книге чуть пораньше мы можем прочитать что этом у нас осужденных павильной софот уже имеется ввиду семеновский плац вот значит здесь дан адрес у нас по высочайшему повелению это приказ в общем надо арестовать где федор михайловича достоевского живущего кстати он инженер-поручик и литератор обозначен живущего на углу малой морской вознесенского проспекта в доме шили в третьем этаже в квартире бремера значит и дом шили вот увидите написано дом шиля шили это не кличка собачки типа шили а ко мне нет это так вот шиль его звали а если мы сейчас сами подойдем вот сюда ты мы увидим мемориальную доску на которую как обычно никто вот эти люди идут им даже не приходит в голову сюда заглянуть никто не обращать внимание она на самом деле гласит вы какие у меня ушки км как испаниели здесь с 1847 по 1849 год жил федор михайлович стоевский . конец предложения на самом деле он да он жил и здесь его грубо говоря приняли до выражаясь языком пацанов и собственно отсюда он потом заехал петропавловскую крепость потом на семеновский плац и потом соответственно понятно вернулся только уже в 60-х годах не будем мусорить берем бумажку так вот как происходил арест он пришел сюда как он писал начале 4 от григорьева григорьев кстати забегая вперед было в первой тройке которая была приговорена к расстрелянию и он сошел с ума он уже в петропавловке ты немножко двинулся но а потом на на каторге такая окончательно с катушек съехал током заснул но зачем писал что он немножко был под этот от шафе там дренового венца не попили только он заснул приходят соответственно ему дали одеться стали там шарить залезли кочергой в залу увидели пяти пятиалтынный пятиалтынный нас копеек согнуты там они сказал не фальшивые ли надо присовокупить к делу другой полезно читаться на печку искать бумаги встал на стул вместе со стулом и грохнулся в общем короче здесь федора михайловича повязали на глазах изумленной хозяйки и это последний его до тюремный адрес петербурге а мы с вами подходим гостиниц англитер куда некоторые хотят заселиться чтобы посмотреть на номер где закончилась жизнь сергея есенина здесь у нас каждое лето потрясающая история смотрите кафе счастья пафосное при пафосное люди сидят и всегда кто-нибудь жрет салат вот там вот видите даже зевают вот под этой замечательной памятной доской то есть им даже не приходит в голову что они свидание назначили в общем то в таком прекрасном месте я их не осуждаю есть то надо где-нибудь людям но тем не менее значит сразу хочу сказать для тех кто хочет поселиться здесь и увидеть соответственно номер есенина в восемьдесят восьмом году в 1988 году эта гостиница была полностью снесена и восстановлена то есть там полностью новая начинка этого номера не существует в природе абсолютно сергей есенин вот например трактовка это классическая у меня целая серия таких вот книг я вам показываю да и данную есенин петербурге некий дипс или некая я даже не знаю кто это такая или какой-то такой перейдем сюда значит ну во-первых он же приехал сюда из москвы причем если вы ходили на экскурсии в москве то вы знаете что это было померанцевом переулке там он жил со своей новоявленной супругой внучкой толстого ну и писал что блин борода это давит на меня на то есть ходила по этой квартире и как бы немножечко был придавлен авторитетом великого классика я из москвы надолго убежал с милиции я ладить не сноровки за всякий мой пивной скандал они меня держали в тегулевке что такое тегулевка тегулевка это тегули это такое знаете сибирское воронежеское выражение по нашему говорят жопа мира это тюрьма тегулевка да есенин вообще был мостах вот на такие словечки у него действительно было 13 уголовных дел на него заведено к тому моменту и он действительно ложился в дурку вот например тебе скоро суд сказала екатерина сестра его выход есть ложись больницу больных не судят и кстати поправишься но он лег больницу но потом оттуда сбежал ну и здесь описанная вот стандартная схема то есть стандартной истории как это принято было советской историографии нам говорить что сначала он заехал по адресу большая морская 45 он телеграфировал вообще своему при корешу вольфу чтобы он снял ему жилье но тут почему-то не снял поэтому они заехали клюеву к эрлиху эрлих у него фамилия и это собственно ему как бы он посвящал до свидания друг мы до свидания хотя вот у стена вы пишут что есенин горел такая поганая гостиница даже чернил нет не пришлось писать кровью например ну и дальше в общем-то официальная версия гласит о том что соответственно они его покинули он пришли с утра он уже повесившийся причем там были высокие потолки он как-то себя этим поясом от чемодана умудрился соответственно сейчас приходят к выводу что ему в этом помогли помогли в разные версии одна версия что это троцкий да который ему там не простил всяких высказываний антисемитских другая версия что есенин говорила что есть компромат на зиновьева да и всю эту комарину азиновьев был на посреди говоря мэром петербурга и кстати жил он вот в этом замечательном заведении гостиница история работал вот там в нынешнем римском дворце то есть ходить ему было через дорогу но в любом случае как бы там ни было никто там свечку не держал на самом деле сейчас идут всевозможные битвы я сейчас покажу здесь скрин один совершенно потрясающий с телефона моего статья и там подпись такая но это знаменитая фотография на пельбаума про которую я кстати рассказываю своем путеводителе потому что у него была мастерская на невском проспекте есенин убитый и иудейскими чекистами ну сразу понятно да какой какой абсолютно не ангажированный источник информации перед нами предстает сейчас эти две книжки уберу и достану следующие и пока я их достаю и достаю картинки очередные нужно сказать вот про что значит история же это вообще замечательное произведение нашего прекрасного лидволя или лидволя и помните я начинал с того что ухо террориста там улетела и прочее так вот она улетела вот отсюда дело в том что речь идет про максимилиана швейцера он был соответственно одним из ключевых сотрудников боевой организации эсеров дальше мы будем говорить про эсеров-максималистов не надо путать это разные вещи эсеры это соответственно савенков азиев чернов михаил арфаилович годс ну основали эту организацию четыре человека годс азиев и чернов чернов потом было министром во втором созыве министерства внутренних дел ху ты господи временного правительства несет паблика извините бывает такое так вот значит швейцер он участвовал в подготовке всех ключевых покушений на то есть ну скажем вот я уж не буду здесь залезать в телефон просто скажу вам по памяти что воспоминаниях у савенкова воспоминаниях террориста у него есть очень подробное описание того где он например присутствовал вот например вот там на гранд-отеле восемнадцатом доме он готовил бомбы для покушения на вячеслава константиновича плеве который мы сегодня еще заикнемся потому что он имеет непосредственно отношение к мариинскому дворцу в том числе а 1 марта значит 1905 года должны были в петропавловском соборе должна была быть панихида в честь убиенного александра второго и туда должны были съехаться все и великий князь владимир александрович и дурного и трепов и все вся 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 комарилия тогда про не говорили швейцар решил их убить одним махом для этого нужно было изготовить 20 буб 20 мать вашу бомб представляете он уже на самом деле один раз когда они в одессе делали бомбы пострадал потому что там желатин у него начал капать в общем он стал на него лить воду и обжегся дело он вот здесь и тут мы переходим к вот еще какому моменту аспекту дело в том что гостиница называлась брестоль сейчас в интернете есть весь справочник суворенский за все года с перечнем всех вообще заведений самых разных в том числе там есть гостиница большая северная где на воздух взлетел покатила в другой сср который готовил бомбы точно также она располагалась напротив московского вокзала сейчас гостиница октябрьская но гостиницы брестоль там нет поэтому я очень долго сомневался что она находила здесь хотя четкие есть указания что на углу вознесенского проспекта и соответственно большой морской улице но если мы опишем если мы точнее залезем в описание уже непосредственно взрыва она есть да кстати вот что не сказал что у смело яковлевич маршака помните мистер твистер вот этот вот владелец заводов газет пароходов там есть такие строчки улица гоголя третий подъезд нет отвечает гостиницы мест улица гоголя это бывшая соответственно малая морская и она кстати была названа улице гоголя еще до революции в 6 столетия со дня рождения великого писателя и это была вот такая главная гостиница гранд-отель которая существовала еще и при советском режиме савенков надо отдать ему должность за подробности он очень много интересных вещей сообщает как они встречаются с азефом на маскараде и там он увидел первые швейсера как они встречались на кладбище александровской лавры возле могилы чайковского иметь непосредственно отношение к малой морской улице потому что там есть дом где он умер до выпив стакан воды не кипяченые в кофейне вольфа беранже откуда потом точнее до этого поехал свой последний путь пушкин и где кстати достоевский познакомился с пирошевским в общем такое прекрасное место в кавычках для чтобы закончить нормальную жизнь вот и когда они там встречались появились полицейские слава богу не по их душу а там уже был кипиш кипиш вот значит швейцер сейчас я просто найду это место где подробное описание последствий это описывает своих воспоминаниях естественно александр герасимов начальник охранного отделения петербургского да кстати швейцар когда наблюдал за соответственно трепом они трепого хотели губернатора трепого убить он нечаянно выяснил расписание министра юстиции муравьёва и советовался савенкова может нам муравьёву грохнуть а чё давайте потом он случайно выяснил меня передвижение великого князя владимир александровича в общем они вот так вот понимаете им цикада партии дал задание охотиться на трепого а тут есть маза оказия убить собственно еще одного министра почему бы не сделать а санкции цикада и пошли не в баню но ничего у них не получилось в этом плане так вот голова его обращенная к окнам откинута назад так что открыто шея лиц обращена прямо к окнам туловище лежит спиной книзу грудная полость совершенно открыто спереди в правой и и половине ничего нет позвоночник грудной отчасти в брюшной полости открыт из левой половины грудной полости видны оба легкие вот руки без кистей и части предплечье то есть представляете чувака просто на карпускулы до разнесло и здесь есть такая фраза значит металлическая кровать с двумя матрацами стоявшие у капитальной стены отделявший ресторан мишель беспорядки засыпано штукатуркой так вот да гостиницы брестоль нету ни в одном справочнике но ресторан мишель есть и действительно у него адрес визнестенский 12 и большая морская 39 даже телефон имеет в этих справочниках я специально покопался нашел в счастливейшее время живем и потому что можно на самом деле узнать все в интернете не выходя из дома в общем швейцера здесь вот просто разнесло на карпускулы и если мы посмотрим описание вот это например ивановская есть такая книжка чудесная женщина-террористки обратите внимание на обложку но это просто застрелиться и не станет бедный олег витальевич будницкий который писал какие предусловия прекрасный историк он наверно были наплевался когда увидел ее как она 90-е года понятно там значит как описывала ивановская она еще народа волка была участвовал покушение на центр второго и потом она в качестве служанки была вот в квартире на жуку на жуковского где соответственно савенков дура бриллиант егор сазонов и она вчетвером там жили его сазонов был якобы дворник adora бриллиант и савенков они типа такие парочка значит до швейцар кстати савенков косили по англичане причем савенков пришел сумму ни слова не по-английски не понимал то есть у него принесите мне чай говорил он наверно прислуги англитера павел это партийная кличка швейцара встреча с павлом произошла в кофейне красивая английского типа в наружность чистое безусое лицо ясные синие детской чистоты глаза сильно молодивший его лицо разлитая интеллигентность во всех чертах его наружности резко выделяла его везде на его движениях но в его движениях словах манере передавать свою мысль обсуждение исполнения работы сразу чувствовался человек большой деловитости и характера твердая походка твердое пожатие руки спокойно не тороплива речь без многословия глубокая обдуманность мыслях царили и старили его на много лет ну и так далее в общем да вот такой прекрасный человек с детскими чистыми глазами на самом деле готовил здесь мать вашу 20 бомб ну и доготовился он то знал что вся все это братья поедет в петропавловка естественно через троицкий мост и хотел их там подловить но не срослось потому что тю 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 разлетелся мой мальчик на много много частей дело в том что если мы посмотрим на ранее вообще план исакевской площади вот например вот на такую да тут без пяти литров на самом деле не разберешься вот это предыдущий исакевский собор еще по проекты антонио ринальди да вот у нас канал вокруг адмиралтейства которых сейчас нет на этом месте сейчас сад я кстати сделал отдельный экскурсии масонский петербург потому что некоторые считают что это масонский план то что это план енакиева а здесь должно быть три фонтана как-то никто не обращать внимание и эти фонтаны были задуманы еще уже в эпоху александра второго и вот видите вот вот это все пространство пустое да вот это мариинская площадь исакевский сквер и вот если мы посмотрим на самом деле давайте перейдем туда с угла поглядим там кстати парни что-то играет давайте может мы их поддержим пойдем эти молодые ребята заодно я напомню напомню вам одну историю под эту музыку надо взрывать министров я напомню вам историю вот про это здание я у меня вообще есть экскурсия по исакийской площади но такая общая обзорка ну моя авторская обзорка естественно да я ее делал в свое время для одной коммерческой структуры и поскольку это был прямой эфир то там снимали только у меня поэтому было много негативных комментариев что практически не показывали объекты вот это здание по проекту питера бэронса это первый мир арт-директор из мастерской которой вышли три кита модернизма это вальтер гропиус мисс ван деро и соответственно ле крабузье ну про гропиуса я обычно рассказываю в берлине там показываю боу-хаус про кстати мисс ван деро тоже потому что там здание новой национальной галереи до нью-йорка к сожалению я думаю никогда не дает с юристической группы хотя там надо конечно показать играм билдинг вот это здание строил мисс ван деро по проекту питера бэронса и они на этом окончательно разосрались простите за мой французский друг с другом потому что бэронс считал что мисс ван деро нарушил какой-то там его тайный замысел в общем а изначально она выглядела вот так ну то есть тут сверху стояли братья диаскуры да такая конная группа я каждый раз когда подвожу сюда экскурсантов спрашивают а что не так и некоторые кстати отвечают что но видно что здание кастрированное сейчас я вам даже покажу как они выглядели эти диаскуры такие битюги здоровые тефтоны почему там нет этой скульптуры потому что в пятнадцатом году были немецкие погромы по всей стране великий князь николай николаевич младший командовавший нашей армией все простите за мой французский просрал популярно какое слово представляете да в нашей экскурсии чисто искусствоведческое подглядел в умной книжке про эрмитаж соответственно началась эпоха шпиономании перейдем сейчас улицу туда началась эпоха шпиономании ну и тут вот дело мясоедово да и значит подкоп от министра сухомлинова ну и была опущена байка о том что там в этой скульптуре передатчик который передает сведения вот сюда в историю ну понимаете мы живем сейчас в общем-то в прогрессивное время тем не менее битвы экстрасенсов до сих пор пользуется популярностью да то есть людям интересно смотреть на второсторных актеров которые там им втюхивают чего-то а представляете в то время на что происходило поэтому народ собрался туда забрался и этих коней собственно сколотил раньше я рассказал что их сволокли в мойку но есть воспоминания например спиридовича про то как он ехал и видел как эти кони покосившиеся веселье да не до конца и все-таки сбили а потом я прочитал других воспоминаниях все-таки сладкий с мойку поэтому вот феново знаю на как говорится за что купил зато продаю пойдем перейдем улицу соответственно максимально швейцар вот этот человек прекрасный с голубыми глазами бомбы которого был убит министр внутреннее дело числа в константинович плеви и вы даже знаете где она была сделана она была сделана в гранд-отеле вот если мы посмотрим вот на это здание как она выглядела ранее то мы увидим перед собой вот такую вот картину то есть это еще предыдущий на самом деле давай чтобы по солнышку предыдущий собор финальевский вот видите вот кусок здесь здесь сейчас гостинице астория а раньше здесь было такое здание ну и собственно вот здесь то эта гостиница при столе располагалась и ресторан мишель здесь был я смотрю девушка сама с интересом рассматривает а то наехали тут из москвы конечно интересно но на этом история не заканчивается значит сейчас нужно немножко отмотать пленочку назад значит вот этот мариинский дворец который мы с вами направляемся там сейчас наш парламент заседает городской он был построен для великой княгини марии николаевны здесь я не планировал показывать ее портреты но все-таки по парочку картинок и приготовил потому что я каждый раз это делаю показывая журнал в ок той эпохе до всех экскурсиях я это дело произвожу как выглядели модные девчонки той эпохи значит вот смотрите это у нас давай вот в тенек зайдем к сожалению в лесах памятника николаю первому так бы конечно это прям там показали бы это мария старшая дочь николай первого отсюда мариинский дворец построенный по проекту андрея ивановича штукеншнейдера он вообще ее брат устроил дворец николай николаевичу старшему там на площади труда и другому брату михаилу николаевичу тоже строил он находится на дворцовой площади называется новомихайловский дворез просто михайловский дар с это дворец уже для михаила павловича и младшего сына павла первого вы же все усваиваете сматы понимаете в каких нельзя до чем мы говорим было у царя 4 сына на самом деле 5 один номер на александр константин николай и михаил михаил павлович это собственно вашень у а михаил николаевич это уже с никогда первому вывод за него поэтому него михаила скидворец на михаила павловича там сейчас русский музей все усвоили а это у нас друзья мои в эту женщину прекрасно знаете это наталья гончарова только она тут уже не гончарова ландская это жена пушкина его посмотрите как они на самом деле одинаково одинаково одеты то есть это вот мода одной и той же эпохи вот это перо вот эти уж испаниеля примерно как у меня сейчас да то есть все прическа шляпки вот это вот декольте вот так вот такие были прекрасные дамы значит 2 апреля 1902 года в этот дворец пришел один молодой человек уж не знаю насколько прекрасной наружности но я вам сейчас покажу как он выглядел звали его степан балмашов вот у меня есть два его изображения вот одно из них выглядит вот так это вот он в такой давай кругу там до стен пойдем тень на плетень вот это один его портрет это второй его портрет это он уже в студенческой форме некоторые пишут что ну почему не вмонтировать картинки видео согласен но у меня на это есть ответ чисто интеллигентный петербургский идите в жопу как хочу так и снимаю да не нравится не смотрите так а по какую душу он сюда пришел он пришел по душу вот этого человека это соответственно дмитрий степь сипягин а это кстати константин вячеслав константинович плеви для фон плеви как тут написано значит оба погибли от рук террористов ну и вот сипягин уже в таком более приближенном к реальности вот так вот он выглядел когда был министром внутренних дел видите 1902 год дмитрий сипягин это как раз год его смерти он пришел сюда степан балмашов форме морского офицера значит сказал у меня пакет от великого князя сергей александровича сергей александрович это соответственно дядя царя николая второго тот самый князь ходынский который сидел в москве он там был там губернатором его пустили что интересно да сипягин вышел к нему навстречу и балмашов благополучно разрядил свой револьвер он выпустил пять пуль но из них на самом деле несколько пуль попали в лакея они попали ему в руку и плечо а насчет две пули попали в сипягина причем они ему пробили брюшнину задели все время вот люди очень интересно куда он попал вот мне все время спрашивают этого рассказы про всякие теракты ну вот могу сказать куда он попал пуля пробила ему желудок задела печень и значит почку сипягин умерял умирал очень долго мучительно здесь просто он он стонал говорил же я никому ничего плохого не сделал за что мне это все позовите сначала императора потом нара кричал ара ара это он так свою жену звал ну в общем умер умер на его место соответственно заступила вячеслав константинович племен есть знаменитая картина я вам сначала ее покажу вот в таком виде а уж потом особо для вот этих ретивах которым все не устраивает рассказ без вставок картинок я покажу в другом виде вы ее тоже все прекрасно знаете вот она это заседание государственного совета или афимович репин который писал ее с двумя своими помощниками куликовым и кустодиевым здесь на самом деле эта картина писала к столетию государства совета здесь все сидят и стоит единственный человек вот этот вот вот это как раз вячеслав константинович плеви ну тут мелко и тут мы не увидим что это значит владимир александрович и так далее будет большая картинка и там детально я вам расскажу что почем так вот этот государственный совет хотели взорвать одни добрые в кавычках люди в данном случае мы говорим уже про эсеров максималистов потому что партия эсеров она ведь была ну как бы строго подчинена по идее центральному комитету не всех это устраивало все сановники на самом деле приезжали позировать репину причем некоторые по по три раза и чем интересна картина это в данном в нашем разрезе вот я сейчас буду зачитывать вам я надеюсь эти будут люди возникать ну понятно что плеви убили дальше еще раньше пока писалась картина естественно убили дмитрий сипягин он тоже присутствует на ней он находится чуть левее чуть спереди от победоносцева дальше убьют младшего брата будущего министра пути сообщения сергей рухлова стоит у третьей колонны справа в твери будет застрелен граф алексей игнатьев передний план сразу за тенчанским гельсинфорсе нынешнем хельсинки будет смертельно ранен николай бобриков сидит прямо перед вид ты в москве прямо в кремле взорвут великого князя сергей александровича 4 слева от императора будут задуматься теракты против министра юстиции муравьева я вам об этом даже рассказывал слева от плеви министр иностранных дела иван ивана дурного справа от победоносцева премьер-министр сергея ильича витте обер прокурора синода победоносцева ну и собственно многие представители либеральной интеллигенции ненавидели членам госсовета вот критик владимир стасов да вот буквально сегодня я проводил экскурсию показывал собор который построен по проекту его отца василия петровича стасова владимир стасов восхищался самой картиной называя не иначе как шедевром но писал что нынешнее совершенное совершенство письма проявилась на коллекции каких-то завзятых негодяев и подлецов насильников и злодеев или же идиотов послушных дураков покорных ну стаса безусловно и имел не всех вряд ли он так говорил про семенова тянь шанс кого вот но сейчас мы переходим к следующему сюжету нашего марлезонского балета нет и пока снимает прекрасное заведение прекрасно произведение построены по проекту великолепного архитектора я кстати почему-то сегодня очень мало употребляю слова потрясающее обычно я даю себе труд его постоянно говорить что это потрясающее здание я это потрясающий объект это то потрясающее все потрясающего все оно потрясает забыл книжку на самом деле марии клинмихель специально приготовил не покажу вам ее у меня книжка и марии клинмихель и веры клинмихель две отдельных книги такая ты еще не убрал а это я не убрал потому что я заговорился не подсматривай может я тут не знаю вот так вот делаю а это не культурно никогда так не делайте особенно в кадре особенно в центре культурной столицы города санкт-петербурга иначе вы тем самым позорите звание гида и вообще как бы все позорите все позорите абсолютно и слова жопа никогда не употребляете и насрать тоже значит речь идет про замысел эсеров максималистов я даже вам сейчас покажу кого конкретно и соколова медведя ну так его звали до по кличке медведь соколов и его гражданской жены натальи климовой так это она уже выехала это же париж париж вот вот соколов медведь ну соколов это его фамилия до а вот это наталья климов чего здесь она как-то не очень она такая красавица здесь есть другая фотография собственно ее и вы и можете увидеть в интернетах от нее балдели все просто все мне кстати очень красивая мать от мать у нее реально красавица вот видите она была дочь сенатора на секундочку статского советника кто такой статский советник вы можете узнать я не знаю посмотреть фильм в конце концов да или прочитать роман акунин можете просто википедию залезть это одно из высших вообще звание той эпохи менты на меня с таким смехом смотрят я всем дарю радость так вот соколов медведь во-первых проявил себя у него очень похожая история как вот с андреем ивановичем жилябом что тот из крестьян что это из крестьян у них даже вот понимаете у них фразы иногда стыкуются например соколов говорил мы хотим дать колесу истории максимальный размах сравнить это с высказыванием андрея жилябова история движется нереально тихо но он как-то какое-то другое положение использовал ужасно тихо надо ее подталкивать говорил он да это очередной раз я рекламирую книгу замечательного историка григория к нам про наталью климова жизни борьба прекрасная книга прекрасный исторический труд кстати написано очень живым языком что для исторического труда не очень характерно так вот они хотели взорвать этот весь совет весь этот совет для этого они туда проникали и а нет это она извините пишет про уже взрыв задача столыпина вот просто я хочу вам прочитать кое-что пусть немедленная социализация фабрика заводов не осуществимо как прочное завоевание пусть это будет лишь минутный захват один миг реальной власти пролетариата приблизит его будущую власть во многие годы короче что они хотели они хотели несколько человек обложившись бомбами захватить этот государственный совет выставить следующее требование отречение императора значит политические свободы и ну представительство да то есть прообраз парламента ну абсолютно нереализуемые как бы инициативы для того времени представляете да как николай втором приходит там был совет за захватили вот надо отречься он потом конечно отрекся но это извините было когда да тогда он так не планировал соответственно они прекрасно понимали что это план абсолютно суицидальный удивительно что в этом участвовала а дочь сенатора наталья климова дальше кстати очень похожи любовные истории между перовской да и жилья был перовской же тоже дворянка давай развернемся сейчас нас тут пропустит перовская тоже дворянка климова тоже дворянка да жилябов крестьянин соколов тоже крестьянин жилябов self-made man соколов тоже self-made man да то есть они на самом деле то есть две любовные истории крайне известны только если история про перовского жилябова перовского жилябова все-таки как-то более-менее кто-то знает то вот про это вообще никто ничего не знает на самом деле вот но в этом участвовал еще вот эта замечательная женщина вот это ее воспоминания елена юстиниановна григорович зорница она на секундочку вообще-то была художницей она одна из ярчайших представителей серебряного века отжигала там в башне иваново напротив таврического сада где например произошла премьера я об этом рассказывал там в экскурсии да когда ходил с легкой никоновым хита серебряного века под названием незнакомка блока блока это впервые прочитал забравшись на крышу и схватившись рукой за оконный переплет повиснув буквально над городом как мои спаниели уши виснут надо ним и при этом она выпасала в петергофе николая второго потому что был был план его убить там то есть она поселилась она очень подробно это пишет вот в этой книжке и здесь же в этой книжке она описывает например внешность этого соколова медведя давайте же с ней ознакомимся высокий белокурый юноша с отрочески чистыми серыми глазами упрямым лбом сильные легкие напряженная воле творящая мысль играет словно световой зайчик между чуть заметными светлыми бровями и сильно обозначенными надбровными дугами у него характерная манера моргать вроде легкого подергивания я бы сразу знал его поэтому он ходит из угла в угол а впереди словно летит вихревое облако его мысли воли энергии он будто гонится за ним он солнечный и есть нем божья роса вашу мать божья роса вот это божья роса до хотела здесь обложившись динамитом взорвать всех и себя и свою любовницу жену гражданскую и так далее значит потом они такие же взорвали дачу Столыпина да и там было убито 30 с чем-то человек я обязательно сделаю отдельную экскурсию про это это агрономы я надеюсь тут у нас просто не я тут как-то просто привет привелся эту экскурсию агрономов со всего мира и они вот прямо буквально на колени упали перед этим перед этими ромалили доской вавилова да то есть вот божья роса вот так вот так вот это все тогда подавалась понимаете то есть люди замышляют политическое убийство но все ради светлого будущего когда светлое будущее пришло всех эсеров эсеров максималистов значит муж вот этой климовой столяров он когда из во франции вернулся в россию его он жил здесь и в советской россии его прессанули естественно тут же да многие друзья натальи климовой они потом сидели в тюрьмах при большевиках одна сидела в той же самой камере в которой она сидела при царях вуаля да добро пожаловать в реальную жизнь соответственно соколова в итоге приняли и застрелили а ну казнили в лесен носу кстати климова она и она уже была схвачена они я рассказывал смотрите мой выпуск где я хожу в образе деда мороза потому что я там показываю дом где умер пушки на мойке 12 там располагалось охранное отделение и где александр герасимов начальник охранного отделения беседовал с этой климовой он вызвал ее из петропавловской крепости в рождественскую ночь и он беседовал с ней всю ночь вернул только на следующий день когда позвонили сказали девочку верните нашу пожалуйста на место значит вы помните что есенин сначала прежде чем приехать в англитер он заехал клюеву в дом номер 45 а хотите мы подарим вообще супер кадр лучше его смотрите за такой нет нет я мол руки сегодня с утра вот так вот так вот надо меня реагировать до понимаешь нет да то есть видите здесь у нас дом 43 а следующий у нас дом 45 он вообще на самом деле интересен тем что давай перейдем а что вы нас проводите туда а сколько надо давать 300 рублей у тебя есть собой деньги какие-то у меня были нами у меня а ну и не есть машине давайте я вам заплачу а можно перевести вам и давайте я оставлю телефон а потом приду заберу и вернуться 300 рублей давай да все отлично пошли у меня просто машина там припаркована да я и сам вам все расскажу попадаем в тот особняк здесь же была жила у нас замечательная женщина аврора карловна шернваль а у нас тоже есть собой вот она вот она аврора карловна шернваль давайте мы ее достанем так баратынский же за не ухлёстывал еще скандинавия да давайте давайте это мы пока здесь оставим а свет того на включите ой мусоргский римский корсаков здесь просто дело в том что дом музыки располагается ныне дом композиторов да 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 помните писал вот павел демидов это но я вам расскажу да это соответственно сама аврора карловна это их сын а это ее муж просто сейчас пока посмотрите видите как он не очень симпатичный был заболел на сергей гагарин это предыдущие владелец этого особняка вот там вот очень интересно да я без этого сейчас все расскажу вот вера федоровна гагарина врожденная палин тут была очень интересная история короче когда она покоронила своего мужа она же там некой секте состояла и значит александр 3 сюда присылал даже своего брата михаила николаевича чтобы ну потому что она отказывалась служить православных панихиду по нему и в общем был скандал на собняк на большом морском ой сейф ты смотри давайте вот так еще раз покажем вот открываешь а там посуде но это явно на 250 рублей только тянет они на 300 да ладно я все да не переживайте пойдем пойдем давайте да дело в том что монферран это автор этого проекта у смотрите какая прелесть какая картинка собняк на большом морской вот изначально а вот он даже значит но это кстати типичные это уже такие петро вот петровский так сказать петровская мечта как должен был выглядеть меньше куча только узнал что он ворует такая сон посадят мальчиков был успешный менеджер как экзамен сдал вот кстати отличный архитектор максимилиан игрушки смахера я вот буквально недавно показывал дворец великого князя алексея александровича построены по проекту вот мы ели сегодня блины там вот выставочный зал мухи на училище штыглицы там соответственно это тоже мисс махер построил соловьи соловьи нет а он это подмосковные вечера на самое известное его произведение давайте давайте библиотека это прям я очень люблю даже видите сколько вам книжек показываю боже вот мы там шкафы вот это да а то не включается свет обалдеть а свет включите рай альбергштейн это же вообще это круть несосветная он бы дитяки сюда своего привезти чтобы он поиграл на нем а слушайте а если сейчас я договорюсь ним до 300 рублей чтобы ребенка крестишь сыграл что у меня вот ребенок он учится в школе при консерватории на скрипке но играть на пианино а если он заплачу выпустите на 10 минут ему сыграть на этом рояле отлично вот я ему сделать подарок а как вас зовут вымет вымет телефон свой оставить ладно ой тут наверно нифига не видно 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 шкафы говорят открывая связь вот так сделать вот ноты много нот о да давайте мы за лайфхаки они же проходят да сейчас концерты завтра детский как так а вы вы директор или как или что а вы администратор я понял а я вижу да вижу да я думаю что стараемся упс да да вниз я понял мы здесь мы вернулись ой вот тут все наездки наш михаил иванович шулаки с ним кстати очень любил прикалываться никита богословский столько всякого они да да я вижу но шостакович наш незабвенный обалдеть ладно это ты исторически показал да да а теперь я расскажу вот это вот уже были комнаты квартиры да сейчас я покажу их давайте намного интереснее давай сюда это глинка это же у нас глазуна на электро не ну это не рахманинов нет это не рахманинов вот моя серость это луна так понятно 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 что это же медилеев дает нами златы а нет это этот это дзюба тоже нет начались коммунаута вот это было большое счастье ну я достал коммуналки расселённые на мне ну то есть я жил в коммуналке где подо мной жил 14 семей такой же квартир нефта нет ни в комнату комната 8 человек мать и ребенок бабка не ну принципе у меня тоже войны после войны а куча лежали просто но еще человек до среднем было как и семья в среде сколько составляет три-четыре человека ну ага ага а сейчас то здесь что вот конкретно в этих помещениях была гостиница где забрали хотели сделать вот как как гостиницу сейчас вообще этот зениси особняк у нас в чем ведомстве в чем ведение был это сам рос имущество ну вот короче говоря когда началась эта комитет пендомия но и у нас прикрыли все прикрыли все зерой вот он особняк рядом которые вот ну да 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 короче говоря и его отдали в аренду рубль метр ну понятно по программе по этой да да знаю они взяли начали что-то делать там наверху огромные залы такие вот как мой концертный наш колонн и весь верх вот такой конси пройти он вот этими залами сделаны приспособить его практически ну как они раньше банк делали там понятно вот дальше что я понял понял они там гостиницу ресторанчик и раз закончился не скажем мы больше понятно рубль за метр не сыграл так нет они обязаны были гостиницу там сделать потому что эта программа рубль за метр она только под такие цели по и проходят понятно да тут надо пояснить людям вы не вы не думать что рубль за метр там целое обременение в по части содержание до реставрация и не жаль вас карты никакой нет мужчин как-нибудь попробуйте сбербанк есть у вас давайте сейчас по номеру телефона и кино чего вы сейчас вот я сделаю подарочек то своему отпрыску потом дом у меня на пианино петров наяривает в честь меня наверно заново так что приходить вот перевел на кого а вот в семнадцатом году в семнадцатом году до усадьбу берут а там стоят скакуны понимаешь там вот такие корловцы там они ничего не нахватали спасибо все они хватит там да и берут его их благород сейчас на мерседесе представительского класса картошку возить ну да ну а что поделать как 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 они под они же им без им деньги надо делать а у них мысли только так и заточены ладно спасибо вам за гостеприимство да обязательно позвоню вот так ненароком но для нас этот дворец ну иди сюда перейдем стоять идет белая девушка и хрен в парике ну ну тут придется блин чай не планировал но придется рассказать тогда про аврору кармелну шернваль действительно вот эти два особняка и этот и этот они построены по проекту агюста на феррана того самого который у нас построил исаакиевский дворец и собственно возвел эту колонаду я даже еще портрет вот это портрет кисти брилова там увидели другой портрет у нее еще кстати была сестра тогда давай в тень отойдем чтобы тень на плетень это портрет кисти брилова у нее была сестра эмилия вот по которой там лермонтов сох да действительно понесал баратынский в общем если вкратце прежде чем вкратце у этого особняка на сами тут монферран очень отлично себя кооптировал в ряд великий вот там барельеф и ну тут может быть вам не видно я может найду подставлю там увеличенную фотографию да да дальше идет значит с левой стороны с правой стороны и по центру значит с левой стороны это франциск 1 умирающий леонардо да винчи с правой стороны это у нас подает карл значит император священной римской империи кисть тисану это как бы по легенде он тисан при нём творил и он буду уронил кисть тот сказал что ну тисану и императору не грех кисть подать ну а в центре соответственно микеланджело представляет папе римскому план значит собора святого петра а это посвел непосредственно у нас значит монферран так вот монферран соответственно да и аврора шернвале она в 16 лет она вышла замуж за муханова хотела выйти но тот такой был гусар гусара он мне так относился немножечко знаете она вообще шведка по национальности у нее папа выборге родился потом мир потом отчим у нее был и муханов перед свадьбой короче это мальчишник вышел на воздух раздета и умер для свадьбы она приехала в питер месяц сестру нету блистали и клиент послал как раз павел демидов вот в очках такой фриковатый но он был очень богатый человек у него были там целые предприятия в сибири подарил алмаз санси там всякие пармские фиалки зимой очень все как мы любим в общем углу все уговорил ее и у него счастливый брак у них родился сын от павел павлович демидов и прикиньте он умер короче муж ее да и тогда она уже и было сорокетки посватывался сын историка карамзина андрей карамзин и соответственно все у них там любовь парковь и он уезжает на крымскую войну и и погибает женщина несчастная трех человек потеряла любимых сама прожила там очень долго ей финны очень благодарны потому что когда александр 2 приезжал туда в гельсингфорс нынешней хельсинки она по национальной легенде она уговорила александра 2 чтобы он даровал им собственно свободу открываем здесь нашу шпаргалочку они не 40 извините 49 дом и 45 45 это приехал соответственно этот у нас есенин клюеву до 49 дом у нас дальше это кстати пожалуйста вам человеку не убил музей нынешний набокова здесь владимир набоков родился и вырос отсюда он уехал в миграцию в его воспоминаниях есть очень интересные детали как например то что у них был дом полон всяких удобных вещей и паста из тюбика вылезала таким тонким прямоугольным тонкой прямоугольной ленты то есть раньше у тюбиков зубных были вот такие понимаете прямоугольные штучки вот 49 дом абсолютно сейчас данном случае ничем неприметный открываем книжку кана осмотрев несколько адресов по газетам явлениям она выбрала она это наталья климова квартиру на большой морской 49 квартира 4 8 августа 306 года сняла и на месте за 250 рублей мы даже знаем за сколько можно снять рублей под именем елены ивановны морозовой значит у не у хозяйки сложился еще печенье дамы высокого роста стройная держится несколько гордо но может быть очень любезный мягкий взгляд было короче именно здесь именно здесь сюда привезли бомбы для взрыва дачи столыпина именно потом сюда пришли вот три персонажа прекрасных в кавычках взяли их и на извозчике повезли на аптекарский остров там где располагалась дача петра аркадьевна стала петра аркадьевича столыпина и они не успели хотя им говорили что надо до трех часов до трех часов успеть потому что после трех трендец причем эту информацию им как раз они черпали из недр папочки папочки натальи климовой они не натальи климовой вот папочки вот этой вот григорович папочка григорович да он снабжал их не этими соответственно сведениями ну и мы с вами подходим к последней точке нашего маргазонского балета надо уже закругляться что-то мы так загулялись значит с февраля 1880 года степан халтурин устроил взрыв в зимнем дворце и надо по не было понятно что нам что-то делать было полностью преобразовано на самом деле управление полиции и внутренних дел и был такой михаил трилович лурис меликов вот как раз марии клинмихель своих воспоминаниях писала о том что он был такой очень хитрый лис он мне были такие манеры знаете начинать разговор спорить а потом соглашаться собеседников да вы знаете вы все-таки правы и это очень многих подкупало на самом деле вот он на прославился тем что будучи харьковским губернатором он вообще взял карц во время русско-турецкой войны и это считалось величайшим достижением этой военной кампании соответственно он когда был харьковским губернатором он получил деньги на борьбу там с очередной чумой и остатки этих денег вернул в казну чем заслужил звание идиота но я так уже сейчас вкратце галопом по европам вам рассказываю значит его назначили фактически диктатором да то есть у него была неограниченная власть и он пытался на самом деле лавировать что в чем одно время даже преуспел между либеральной интеллигенцией и соответственно консервативным лагерем и были на самом деле это предприняты довольно успешные попытки по поимке государственных преступников в принципе они уже плотно сели на хвосте но единственное что лорис меликов не имел окончательного влияния на александра второго то есть он не мог ему запретить там передвигаться как тот хотел или или так далее но нам сейчас на важене в это на час важно что начаться 20 февраля 1880 года он подъехал вот сюда нам пришлось прерваться чтобы заменить блин батарейку и карты памяти прикиньте как бы сегодня загулялись на самом деле в общем как вспоминают министр военные милютина значит подъезжал сюда михаил триэлович лорис меликов и во первых с ним было два казака охраны во вторых здесь стояла два человека охраны потом как он писал вокруг послось немало полицейских чинов некий политмолодецкий приблизился к нему и начал просто в него стрелять все растерялись вокруг то есть не понимает что делать но лорис меликов он ведь был боевой генерал он понимал что делать он просто скрутил этого молодецкого лицом в асфальт ну тогда асфальта не было да это фигура речи вручил им сказал вот возьмите заберите и сюда к нему пришел писатель михаил горшин который на тот момент уже написал произведение под названием красный цветок чем проставился он узнал что вот схвачивать террориста он пришел за него просить лорис меликов пообещал горшину что он его простит но в итоге тот был повешен очень оперативно и а что вы хотите вот вот я не понимаю этой логики на человек покушается на должностное лицо на министра внутренних дел сейчас прикиньте у нас кто-нибудь выйдет на шойгу начнет там вот посреди белого дня палец ну как бы а потом к нему придет шайгу человек скажет но отпустите его он так немножко не себе был но не понимал что делает причем этот молодецкий он сначала хотел санкции народной воли но народовольцы еще пока не понимали как им себя вести относительно лориса меликова хотя они уже прозвали его волчья пастихи лисий хвост за его такую политику она получила название диктатура сердца отличная аллегория такая диктатура на сердце вот в общем короче это пообещал горшину что с молодец ничего не будет его повесили горшин сошел с ума после этого представляете какие вот были трепетные люди я вам в конце что хочу сказать значится что есть книжечки их уже не 2 а 3 ну во первых да есть мой противодитель замечательные не скисперсон вот видите сколько тут всякие а и кстати смотрите как я удачно открыл николай владимирович мезенцев а это кровчинский который убил а это часовня которая раньше стояла рядом с гостиной двором откуда собственно кровчинский мезенцев аж ушел свой последний путь дальше мой острый социальный роман корень замечательный толстенький увлекательные девочкам очень нравится тебе понравилось вот ей понравилось и вот переиздал переиздал книжку русско-японская война пиар-компании в сша и англии здесь огромное количество картинок иллюстраций карикатур самых разных американских японских значится вот и журнала пак и так далее то есть это рассказ о том как япония во время первой мировой войны вот мне очень нравится эта цивилизация указывает на россию поганая как япония во время первой мировой войны ну смысле вот русско-японской войны она промывала мозги дело это очень грамотно на самом деле как бы как тут еще то показать порсмут с сергеевич вид посмотрите как он был кабан здоровый да это переговоры в порсмуте а это японцы справа стоят прикиньте как они на него взирали но ведь ты вообще там там был красавец красавчик все сделать как надо разрулил вот можно купить на сайте можно соответственно после экскурсии моих всегда подписываю экскурсии идут на самом деле в москве будет целая пачка 4 5 6 5 экскурсий анонс есть на сайте но в петербурге по традиции они идут значит когда они идут по выходным дням и они идут иногда среди недели это все есть на сайте анонсы есть в группе вконтакте и собственным инстаграме тоже иногда это все делаю а сейчас вас ждет маленький сюрприз бонус трек поскольку мы сегодня затронули историю связанную с прекрасным поэтом сергеем есениным то как же нам не обратиться к помощи московской гости не попросить ее прочитать нам какое-нибудь стихотворение на ее выбор и вообще ни при чем до заметался пожар голубой позабылись родимые дали в первый раз я запел про любовь в первый раз отрекаюсь скандалить был я весь как запущенный сад был на женщин и зелья падки разонравилась пить и плясать и терять свою жизнь без заглядки мне бы только смотреть на тебя видеть глаз злота карий омут и что прошлое не любя ты уйти не смогла к другому поступь нежная легкий стан если б знала ты сердцем упорным как умеет любить хулиган как умеет он быть покорным я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил только тонкой касаться руки и волос твоих цветом восемь я б навеки пошел за тобой хоть свои хоть чужие дали в первый раз я запел про любовь в первый раз отрекаюсь скандалить на этом все друзья мои оставляйте комментарии такая получилась как обычно эклектичная у нас проходочка но огненная во всех отношениях значит с вами был гид павел перес увидимся с вами онлайн и оффлайн пока